Бесмиллахиррахманиррахим Бесмиллах, альхамдулиллах, ассалату и ассаламу аля Ашрафил Мурсалин, Саидина Мухаммад, аля Алихи и Асхабихи Аджмагин. Ассаламу алейкум, арахматуллахи и баракатух. Мир вам, милость и благословение Всевышнего. Мы продолжаем курс лекций, посвященных жизнеописанию последнего Божьего посланника, пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, салам. На прошлом занятии мы с вами узнали о положении арабов до рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Сегодня хотелось бы рассмотреть родословную последнего Божьего посланника, салаллаху алейкум, и женитьбу его отца Абдаллаха на его матери, аминь. Крайне сложно составить правильное мнение о человеке и при этом не знать ту среду, в которой он рос, и то общество, среди которого находился посланник Всевышнего. Так какова же родословная последнего Божьего посланника? Давайте вместе посмотрим. Отцом посланника Всевышнего, салаллаху алейкум, был Абдаллах. Абдаллах – сын Абдулму-талиба. Абдаллах являлся одним из любимейших сыновей Абдулму-талиба. Абдаллах отличался красотой среди курайшитов. Дедом по отцу был Абдулму-талиб. Абдулму-талиб занимал среди курайшитов очень высокое положение. Он был знатным и очень уважаемым человеком. Курайшиты при разрешении различных вопросов обращались к нему. Абдулму-талиб также отличался неимоверной щедростью. Он всегда кормил бедных. И рассказывается также, что Абдулму-талиб выходил даже в горы, чтобы кормить птиц. Абдулму-талиб запрещал спиртное и насилие. Он был очень проницательным человеком. Прадед по отцовской линии Хашим всегда и в горе, и в радости кормил бедных и нищих. Также он являлся очень щедрым человеком. На лице Хашима было видно сияние нур последнего Божьего посланника пророка Мухаммада, саллаллаху в алейху ассалям. Из-за его красоты курайшиты назвали его Луной Мекки. Отцом прадеда был Абдулма-Нав. Дедом прадеда был Кусай. Кусай был человеком, объединяющим племя курайшитов. Он запрещал спиртное, всегда делал хорошее увещевание для людей. Вплоть до Кусайя семейство пророка имело почетную должность служителей Каабы. За ними было прикреплено право оказывать помощь паломникам в питье и питании. Кусай являлся очень уважаемым человеком среди курайшитов. Курайшиты также при разрешении различных вопросов, за советами обращались к нему. Во время войны право поднимать знамя мог только он. Перед своей смертью Кусай передал данные своей полномочия своему сыну Абдулдару. Однако сыновья Абдулма-Нава не согласились с этим решением. И если бы не мудрые люди с обеих сторон, то могла бы начаться война. Сыновьям Абдулма-Нава передали почетное звание или почетную должность кормить и поить паломников. Эту должность, эту почетную должность они продолжали вплоть до Аббаса, сына Абдулму-Талиба. Почетное звание служителей Каабы было передано сыном сыновьям Абдул-Барра. Это почетное звание они продолжают и по сей день. Что касается почетного звания знаменосца, то оно было аннулировано и передано халифу. Только халиф мог распоряжаться, кому передать эту почетную должность, должность знаменосца. Предками Кусайя был Киляб. Киляб отличался тем, что любил охотиться. Он часто выходил на охоту и брал с собой охотничьих собак. Следующий прадед пророка – это Мурра. Мурра всегда побеждал своих врагов при войнах и был почитаемым знатным человеком. Кааб, следующий прадед пророка, часто выступал с проповедями и часто говорил о последнем пророке, который придет в будущем. То есть о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Луэй, следующий прадед пророка, все всегда делал обдуманно и спокойно. Следующим прадедом был Галиб. Затем Фихр. Он был высоким, сильным, стойким человеком. Спрашивал у людей об их проблемах и всегда старался помогать им. Малик был вождем арабов. Назар был светлоликим и прекрасным, красивым человеком. Кинана прожил очень много лет и был также знатным человеком среди арабов, очень уважаемым. И поэтому арабы к нему обращались за советами. Хузайма всегда участвовал в примирении людей. Был уважаемым и знатным человеком. Мудрика имел высокое положение и горделивый вид. И в нем был заметен свет последнего Божьего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Ильяс был очень красивым, почитаемым среди арабов человеком. Люди ничего не предпринимали, не посоветовавшись с Ильясом. Мудар был очень красив. И люди тянулись к нему. Он отличался красивым голосом и красивой речью. Низар был первым среди арабов, кто начал писать. В нем проявлялось сияние последнего Божьего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Мухаммад был полководцем. Он часто воевал, ходил на походы и всегда возвращался с победой. И следующим прадедом посланника Всевышнего был Аднэн. Аднэн был защищен от вреда отзглаза и вреда людей и джиннов. Относительно озвученной родословной среди ученых, историков и хадисоведов не имеется никаких разногласий. Однако, что же касается продолжения родословной выше этого, то среди ученых нет единого мнения и оно недостоверно. Однако ученые едины во мнении относительно того, что родословная посланника Всевышнего примыкает к Исмаилу, сыну пророка Ибрагима алейхи ва салям. Среди предков посланника Всевышнего мы найдем только благородных, чистых людей, как по мужской, так и по женской линии. Ведь чистота родословной является непременным условием пророческой миссии. Все браки, заключаемые предками посланника Всевышнего, были законными. Давайте рассмотрим женитьбу Абдаллаха на Амине. Когда Абдаллаху, отцу пророка, саллаллаху алейхи ва салям, исполнилось 18 лет, его отец, Абдул-Мутталиб, женил его на девушке по имени Амина, дочь Вахба. Амина была самой лучшей и знатной женщиной среди курайшитов того времени. Через два месяца после того, как Амина забеременела посланником Всевышнего, умирает отец Абдаллах. Он был похоронен в Медине рядом со своими дядями по материнской стороне Бену Ади и Беннаджар. Он умер в Медине, возвращаясь с торговой поездки из Шама. Когда Амина родила посланника Всевышнего, мир обрадовался этой вести. Ведь именно пророку предназначалась великая миссия распространить и усовершенствовать нравственность. Посланник Всевышнего родился 9 числа месяца Рабио Аль-Авваль, что соответствует 20 апреля 571 году, недалеко от Каабы, в доме Абуталиба, в год, получивший в истории название Года Слона. Год Слона — это известная история, произошедшая в Мекке до рождения пророка. Арабы и весь мусульманский мир записали в историю данный случай как знаменательное событие. Вкратце история звучит таким образом. Один из правителей Хабаши, Абраха, направился из Йемена в Мекку с целью разрушить Каабу. С собой Абраха имел огромного слона. Курайшиты, мекканцы до этого никогда не видели ничего подобного. Однако Всевышний обратил их помыслы, их же гибели. Коран об этом случае повествует следующим образом. Ауу ва билляхи мина шайтона рожим бисмилляхи рухмана рухим. Всевышний говорит во имя Аллаха, милостивого и милосердного. «Разве ты не видел, как поступил Господь твой с владельцем слона? Разве Он не обратил их козни в их заблуждение? И послал Он на них птиц стаями. Бросали они в них камни из обожженной глины. И сделал Он их точно нива со съеденными зернами». Во время родов рядом с матерью пророка Аминой находились рабыня Умму Айман, Аш-Шифа, которая была матерью известного сподвижника Абдурахмана ибн Ауфа, Фатима, мать Усмана ибн Аса, и рабыня Абу Ляхаба Суэйба. После рождения нашего пророка Мухаммада, первым на руки его взяла Шифа. Суэйба сразу поспешила сообщить о радостной вести своему хозяину Абу Ляхабу. Абу Ляхаб, услышав о радостной вести, тотчас освободил ее от рабства. После рождения мать пророка Амина отправила радостное известие его деду Абдул-Мутталибу. И Абдул-Мутталиб решил назвать его Мухаммадом. Стоит отметить, что имя Мухаммад не было распространено в то время среди арабов. Однако Всевышний пожелал то, что он предписал в таких книгах, как Инжиль и Таврат. Всевышний внушил деду пророка назвать его именно этим именем. Первой женщиной, скормившей посланника Аллаха грудью, была Суэйба, рабыня его дяди Абу Ляхаба. На этом мы заканчиваем с вами второй урок. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух, мир вам, милость и благословение Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok